продолжаем тему нашего предыдущего урока именно чистка motion capture данных и сразу же в самом начале вы видите путь по которому вам нужно будет установить скрипт значит как устанавливаются скрипты в мае на самом деле крайне просто берете файлик который называется plasmus key keys который у вас есть и этот файлик вам нужно скопировать по вот вот этим двум разным путям на самом деле я просто сам не знаю точно с какого имена он его берет поэтому лучше скопируйте или в этот или в другой после того когда вы скопируете этот файлик сюда то есть конечно же ваша версия мая будет может отличаться от моей когда вы скопируете вам нужно вот вот эту команду скопировать буфер обмена и выполнить ее в мая скрипт эдитаре выполнить именно в разделе mail не не python то есть мы сюда его копируем и если мы сейчас нажмем control enter он выполнится но с ошибкой потому что нам нужно для того чтобы он правильно срабатывал нужно чтобы ключи были выделены поэтому на данном этапе мы его просто перенесем на панельку shelf of зажмем среднюю кнопку мыши и потянем сюда и все он сюда переместился теперь из всего на сюда нажимать на эту иконку будет срабатывать скрипт значит это первое что мы сделали а теперь давайте до работы с этим скриптом вернемся к нашему персонажу отобразим все и вспомним что в предыдущем уроке мы привязывали нашего персонажа ну то есть мы привязывали source скелет который вот он и к нему привязывали наши controls в этом уроке у нас будет уже чистка и первым делом что нам надо сделать это избавиться от этого source скелета то есть этот source скелет он всего лишь содержит ключи то есть информацию о макапе но нам надо эти ключи перебросить на наши контролы для этого мы поставим фильтр только кривые и выделим всего нашего персонажа также мы можем помнить что до 400 кадра у нас там нету ключей соответственно у нас из вот такой а позы наш плавно перетекает в какую-то позу такую поэтому давайте сразу посмотрим активируем кости выделим и посмотрим до какого кадра у нас нет ключей так вот поставим поставим в любом месте таймлайна и просто нажмем вот сюда и видим что в 399 девятом кадре поэтому давайте сразу ограничим эту область для того чтобы она нам не мешала все обратно выключим кости и выделим все кривые и следующим шагом нам нужно будет перенести все эти движения на именно наш рик на наши контролы делается это командой bake или по-другому запекание то есть команда bake находится в меню edit keys bake simulation что такое bake то есть у нас есть какие-то объекты которые повторяют движение других ну например через constrain например коллаж летает за рукой и мы хотим сделать так чтобы коллаж летал отдельно от руки не и не 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 нужно было никакое воздействие на него для этого поэтому мы выделяем наш коллаж нажимаем bake simulation и после того когда мы удалим персонажа калаш все равно продолжит с помощью ключей летать в воздухе так как будто мы его сами заанимировали но в данном случае он получил движение от руки поэтому здесь мы сделаем точно также выделим все кривые нажмем bake simulation все сейчас это уже процессор просчитывает смотрите у нас сейчас довольно длинная пока по анимации мы не будем естественно чистить все 2600 кадров на это уйдет много времени а почистим только первые там 200 кадров так и что мы можем видеть давайте откроем графа это мы можем видеть что на наши контролы передались ключи причем если некоторые контролы по выделять то можем видеть что даже на шейп ноду они передались что нам не очень нужно поэтому сейчас удалим давайте опять выделим все контролы и сделаем так то есть это у нас шейп нода break connection даже если здесь ключей нет но на самом деле они есть вот тут и давайте сделать выделим еще раз это на самом деле наша не было шейп нода моя ошибка была это constrain нода давайте именно выделим шейп ноду и перейдем еще раз делаем break connection все теперь шейп нода у нас освободилась от ключей ну вот пустая и теперь нам нужно сделать или фильтр как мы можем видеть у нас некоторые кривые заходят до значения вот две тысячи а вот здесь даже у нас три тысячи то есть насколько я помню я вам рассказывал про такую вещь как или фильтр и кватер не он и когда объект какой-то там будто кисть или еще какой-то часть тела вращается вокруг вокруг своей оси много много раз и таком в таком случае получается углы у нас там не 360 градусов уже 3000 градусов то есть просто кисть вокруг себя повращалась много раз поэтому давайте приведем в нормальный вид все это выделим нажмем curves тормозить немного потому что ключей выделено много нажмем или фильтр все то есть у нас до остались где-то там на 1200 но это уже не три тысячи ну и также это может быть не rotate а например translate и поэтому не факт что это именно rotate для этого мы можем выделить и посмотреть как правило выделены кривые подсвечиваться ну вот например rotate x да это это rotate он все что смог сделать это вот вот таким образом просчитать этот или фильтр хорошо значит следующим шагом так как мы уже перебросили все ключи на наши контролы то есть все проключено пробайка на мы можем наш сорс скелет удалять что вот это у нас наш сорс скелет прям с группами с группой его и удаляем все он нам уже больше не нужен персонаж и так двигается без него и вот теперь закрой графа не там на время его теперь следующим шагом мы начинаем приступать к чистке давайте скроем все лишнее оставим только полигоны и наши нарп с крови то есть это то что относится к ригу и давайте выставим так чтобы чистить первые 200 кадров тут поставим тут назначить начале идет 400 считай а здесь будет 600 и теперь давайте но насколько мы можем видеть вот даже ключи стали отображаться более менее нормально и теперь мы смотрим какие у нас основные проблемы на нашем персонаже первое что бросается в глаза это конечно же колени вот они давайте сразу пофиксим колени как это делается у нас есть два controls отвечающие за колени то есть вот когда мы их двигаем то двигается соответственно колени но у нас же они получается так что в каждом то есть вот наш отрезок который мы будем чистить в каждом кадре до у нас проставлен ключ соответственно вот если я буду сейчас листать покадрово видите в каждом кадре проставлен ключ то есть команда бейк она именно так делает то есть мы мышь не будем правильно мышь не будем здесь в каждом кадре покадрово что-то менять да и все это делать проект в каждом кадре то есть это на это уйдет огромное количество времени это не так делается а делается это с помощью анимационных слоей слоев вот это у нас дисплей слои а это анимационные слои что такое анимационные слои это приблизительно как и фотошопе когда у нас есть объект базовый до background а есть какой-то объект который мы хотим сверху наложить то есть как бы к существующему добавить движение еще какие-то свои но чтобы существующие осталось не удалилась вот именно этим сейчас мы и займемся давайте перейдем самый первый кадр и создадим вот у нас выделены controls и раз-два и создадим здесь анимационный слой если нажать сюда то есть create layer from selected сразу создастся слой мы можем видеть что создалось здесь вроде как два слоя но на самом деле слой создался все лишь один это и ним лэйр один а это он наш базовый базовые кривые просто когда здесь слоем нету это он просто не отображать соответственно работать мы будем именно с ним лэйром то есть это слой который нужен нам для правок и что вам еще здесь важно знать здесь есть понятие такое как зеркей что это значит зеркей если вот допустим вот у нас сейчас выделены наши controls и и мы нажмем в 399 кадре в самом начале зеркей вот поставился ключ даже вот здесь видно как они проставились то есть что такое зеркей а зеркей говорит нам о том что это ключ нулевой то есть что это значит то есть в этом кадре есть мы нажимаем здесь ставим зеркей в этом кадре у нас наши нашу наш координаты должны идеально повторять координаты базового слоя то есть по сути никаких перемещений в этом месте быть не будет вот то здесь это у нас стопроцентно исходные значения ну и как можно видеть вот сколько я его не ставлю наши кривые остаются на месте вот зачем это делать а для того чтобы мы начали править именно с какого-то кадра вот например мы хотим начать носить правки с 420 видите здесь как раз колени выгнуты но чтобы допустим в 399 правки сходили на нет то есть сейчас я все покажу на сейчас автоки включен давайте в 420 кадре просто подвинем наши controls и вперед давайте пока только просто вперед чтобы не путаться и вот мы уже видим что колени в этом месте выровнялись и у нас автоматически поставился еще один ключ а поставился он у нас конечно же в слое и что теперь произошло значит наши коленные пол вектора то есть controls и двигаются ведь они там летают даже крутится но при этом они летят еще вперед то здесь они в своем стандартном месте а в 420 кадре они уже сдвинулись вперед соответственно они таким образом тянут не тянут а показывают направление в каком должны смотреть колени но оригинальные движения вот эти всякие там вот вращение небольшие там еще какие-то движения они остались то есть значит в этом месте у нас уже анимация пофикшена но на самом деле на самом деле она уже принципе везде пофикшен и именно колени объясню почему то есть если вот допустим проиграть видите теперь эти controls и будут всегда впереди почему так происходит а потому что вот вот это значение в 420 кадре сместила наши controls и на вот на минус 7 . 157 там сантиметров скорее всего вперед то есть у нас controls и сместились вперед да и здесь если мы отобрать отобразим infinity здесь просто дальше кривая на том же уровне будет вот сколько мы двигаем timeline она будет вот на таком уровне туда идти то есть все если мы допустим вот двигаем ключ видите то соответственно наша infinity постоянная кривая она меняет свое значение также и здесь давайте выделим translate z если я двигаю этот то здесь со значения 0 менять на какое-то другое значение то есть этот ключ зерокей он и называется zero потому что видите он в нулевые значения но не всегда правда бывает такое что единицу ставит но в данном случае нулевые я еще раз выделю для того чтобы отобразили все ключи кстати если вы вы допустим убираете выделение а потом заново выделяете он сразу показывает вам ключи с обоих слоев то здесь сразу все в куче и я просто нажимаю вот на слой чтобы отобразить только нужно давайте отключим infinity чтобы не отвлекал значит как я уже сказал мы здесь в принципе пофиксили но у нас же еще там дальше за 600 кадром есть разворот то есть он потом же идет назад соответственно если мы так оставим вот давайте поставим 800 и смотрите что будет то есть видите мышь никаких сейчас правок не внесли и персонаж развернулся но наши эти controls они все равно остались позади то есть у них есть смещение поэтому естественно вот здесь вот такое будет велосипторная анимация вернемся до 600 кадра и соответственно в 600 кадре надо тоже поставить zero key но если мы просто сейчас в 600 там поставим смотрите что будет вот допустим выделены контролы раз поставили видите так как у нас здесь больше никаких ключей нету он просто начнет плавно интерполировать то есть но просто по сути с 4 120 до 600 у нас наши контролы будут плавно уходить на нет плавно уходить в колени то есть вот все ближе 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 и для того чтобы этого этого нет ну для того чтобы это не происходило чтобы случайно заново не начали щелкать колени давайте отмотаем берем наши руки и мы поставим например в пятьсот восьмидесятом кадре еще один ключ нажмем просто с и он просто продлить дальше нашу кривую да и теперь точно в этом промежутке у нас всегда будет будут контролы находиться на одинаковом расстоянии от колен но приблизительно одинаково и все только теперь после этого мы можем ставить здесь руки вот получился так сказать слой ну значит этот слой здесь не работает но он то есть он нулевой потом здесь он начинает работать как-то влиять на анимацию и опять здесь перестает работать и если мы сейчас посмотрим анимацию в восьмисотом до восьмисотом кадра то вот дальше за шестисотом опять появляются эти проблемы то есть по идее дальше после шестисотого нам нужно править по тому же принципу персонаж разворачивается и вот в этом месте вот можно уже чуть-чуть и так подвинуть вперед соответственно здесь опять все будет по фикшену вот но конечно же остаются искажения почему потому что я сейчас двигал только по ну по z то есть я для наглядности двигал только по z только вот по вот этой оси но есть еще оси x да соответственно если двигать по осям еще x дополнительно но мы можем поправить и вот вот эти моменты когда он разворачивается да и вот происходят вот такие искажения то есть мы можем немножко по иксу подвинуть вот а здесь по иксу наоборот вернуть но вернуть будет сложно то есть мы же не можем сейчас тут попробуйте какие-то идеальные значения выставить попробуем здесь ноль например здесь ноль не получается надо именно для этого и есть зеруки потому что здесь обновлением не получится просто так это сделать вот можем сделать так можем здесь нажать зеруки и потом заново выдвинуть вперед ничего сложного то есть значит в этом месте он у нас разворачивается потом тут происходит какие-то вправки именно в анимационных слоях например сделаем чтобы красивее было как то так так да соответственно в такие работаете не надо ключ ставить самому и вот он плавно начинает как-то там ставить вот то есть у него опять колено выгнуто можно еще подправить в этом то есть вот мы вот так смотрим постоянно смотрим где какие происходят искажения какие проблемы и таким образом потихонечку правим анимацию то есть вот здесь мы видим что колено она колено смотрит сюда а стопа сюда ну как-то не не красиво да можем здесь немножко поправить вот так и вот так вот мы просто просматриваем отобразим слои просматриваем проигрываем анимацию но на всем интересующим нам протяжении вот здесь тоже мы же тогда помните мы тогда только по заду делали правки поэтому можем немножко здесь расставить колени в стороны и здесь тоже так же не забываем в 420 кадре тоже мы здесь не делали никакие по иксу правки по игрек управки делать не надо потому что но в смысл вверх вниз ничего вам толкаем данном случае не даст значение видите прист постоянно приходится выделять слой чтобы здесь увидеть ключи именно с ключи слоев значит еще такая такая вещь интересная так как у нас вот здесь только с 399 кадра только-только анимация начинается соответственно мы можем вообще здесь зероки удалить почему ну у нас сразу с 399 кадра у нас сразу же будет все выдвинуто вперед то есть здесь по сути инфинити будет работать в отрицательную сторону и сразу он будет идти вот так что вот смотрим что там у нас где нравится где не нравится вот здесь не нравится вот он уже стопу в так сильно выворачиваю да колено еще смотрит не туда соответственно нужно вот так что было вот уже опять было искажение вот сюда вот так вот постоянно смотрим какие могут быть проблемы то есть вот уже видим что намного лучше значит еще какая бывает такая довольно скажем распространенная проблема это стрельба коленями что это значит вот мы сейчас смотрим на анимацию и видите попробую найти такой ракурс чтобы хорошо было видно вот смотрите видите вот левая нога сейчас согнута в колени и когда она двигается она вот в этом месте полностью распрямляется то есть неестественно то есть как будто человек ее вы выстреливает этой стопой вперед и колено прям в обратную сторону прям щелкает вот смотрите вот такой как щелчок неприятный то есть человек он прям так резко вот вот в отбойник может сказать не будет своей ногой дергать ну то есть он может конечно это сделать но это будет некомфортно соответственно такие вещи они очень сильно бросается в глаза то есть вот например когда идет растяжение вот максимальная значит раз и сейчас в данном случае у нас нога натянута вот видите максимально вот как вот вот такое движение получается максимально натянута дальше уже ей просто некуда соответственно это некрасиво это неправильно это нужно править так забыл создать plane я с ним всегда чище потому что видно проваливаются ли ноги или нет давайте посмотрим что можно с теми коленями сделать насколько мы помним у нас есть вот такие controls и это например вот в этом месте выстреливают да мы можем вот таким образом править да но заметьте что если мы например даем сюда чуть-чуть угол то у нас правая нога начинает вести себя также поэтому не всегда этим контрол сам удобно чистить давайте сделаем нашу чистку именно тазов тазом то есть как это делается очень просто нам нужно таз добавить наш существующий слой выделяем таз второй кнопкой мыши add selected object все мы теперь добавили таз тоже в анимационный слой вот зеленый зеленая кружочек горит если мы другой какой-то controls выделим вот это например видите здесь зеленого кружочка нет вообще то есть это говорит о том что он не добавлен слой а если выделим вот так то это сразу горит что он добавлен точно так же как с коленями вот колени тоже добавлены вот и что мы теперь можем сделать чтобы пофиксить давайте вначале опять используем зероке и посмотрим где у нас начинается такая проблема вот он здесь идет вроде более-менее колени не стреляют начинает они у нас стрелять но тут тоже еще не сильно это видно но видно вот скорее скорее они вот с этого места начинают стрелять то есть вот тут еще окей а вот здесь вот он пошел уже вот такой давайте это поправим значит до того момента тоже есть скорее всего прямо вот от 520 значит 520 до этого момента нам ничего править не надо поэтому ставим зероки но дальше у нас начинается вот такое растяжение ноги стопы соответственно мы можем это поправить разными способами можем чуть отодвинуть таз назад чуть подвинуть его вниз вот но я люблю делать так но я считаю это более правильным способом я нахожу место где вот он растягивает эту ногу вот здесь допустим да и чуть-чуть опускаю тело вниз вот до такого значения то есть я его опустил до того момента когда видите немножко согнулась колено да и все теперь в этом месте такой проблема не наблюдается но смотрите я хочу вас сразу предостеречь вы должны быть очень осторожны с этим потом почему потому что если вы слишком сильно опустите например вот так то это будет сразу же выглядит смешно он будет ходить гусиным шагом и это будет сразу же правка от заказчика так делать нельзя поэтому нужно очень осторожно если вот здесь допустим вы поправили то возможно где-то дальнейшем вот здесь например стоит вернуть опять все в ноль то есть опять нажать зероки и у вас получается будет вот здесь никаких не будет правок здесь у нас наша правка а здесь опять никаких правок и опять смотреть где у нас проблема но здесь на самом деле есть проблема поэтому мы здесь тоже немножко опустим но на может какой-то чуть меньше и чуть меньшее значение то есть если вот мы выделим нашу кривую по игреку видите здесь мы сильно опустили а здесь половину раз меньше и дальше опять смотрим то есть вот у нас вот здесь у нас растяжение полное идет примут видно да тоже опускаем чуть-чуть ну здесь на самом деле можно не опускать можно конечно же вот вот этим controls но мы уже работаем с тазом давайте пока с тазом все это сделаем вот не надо сильно как можно меньше как можно меньше чтобы решить проблему чисто и все человек ведь там все равно распрямляет ногу просто не так сильно вот тут тоже немножко но близко лучше ключи не ставить иначе он будет прыгать как мячику так идти подпрыгивать думаю можно где-нибудь еще чуть-чуть опустить вот ну наверно слишком сильнее опустил сейчас я хочу посмотреть какие значения и чуть-чуть поднять его обратно вот так буквально на миллиметр еще давайте чуть-чуть то есть вот по сути чистка макапа она заключается в том чтобы убирать вот такие негативные последствия от оборудования от захвата от переноса естественно нашего макапа вот смотрите да мы здесь опустили сильно то есть вроде как вот там окей но все равно дальше вот он уже начинает идти на полу приседах и смотрится ну не очень красиво поэтому здесь попробуем обратно вернуть зероки и может чуть-чуть опустить то есть прямые ноги должны быть но они не должны выгибаться вообще как бы полностью не должно быть вот это вот стреляния так здесь зероки и поставим здесь же не стреляет ну вот дальше смотрим вот здесь стрельба да да мы вначале хотели по 600 и править но здесь интереснее поэтому покажу вам дальше все и он там начинает идти можно его потихоньку уже здесь идти давать на возвышение на повышение хотя вот он начинает сразу стрелять если его давать на повышение поэтому рано я наверное это сделал да вообще часто даже бывает так что приходится по всей длине анимации его немножко опускать чтобы вот избавиться от принципиально таких вот проблем вот так но не будем сильно на этом зацикливаться то есть вы уже видите что результат какой был и какой стал дальше в принципе все по тем же правилам правим проблемные моменты какие еще здесь проблемные моменты я вижу ну я вижу что постоянно правая нога сильнее разгибается чем левая то есть вот если сильно но если присмотреться или или левая сильнее чем правая да левая разгибается как бы чуть сильнее чем правая то есть вот здесь хорошо левая срабатывает прям вот видите хорошее разгибание да а здесь как-то вот некрасиво слабовато раз как-то не до конца здесь хорошо распрямляется да а вот здесь видите опять мы видим как вот немножко не до конца и вот здесь тоже вот это хорошо распрямилась а здесь вот хочется найти распрямить ее сильнее для этого есть наш вот этот вот контроллер да который отвечает за такие вот колебания мы на самом деле можем задействовать его давайте добавим его второй кнопкой мыши add select object давайте найдем такое место где не честно не честно я так скажем сгибание колены например вот вот здесь да соответственно здесь ставим zero key самом деле не обязательно вот сюда класть вы можете просто любой ключ поставить клавишей s и он просто вам в нулевых уже координатах там практически да он вам просто вот поставит ключ но если вам нужно именно вот вы уже что-то подвинули да вот так подвинули именно прокрутили то дальше вот здесь если вы поставите s он просто-напросто вот сейчас вот просто-напросто он как бы продлит тогда конечно же лучше ну нужно zero key клацать здесь такая работа его давайте посмотрим значит здесь хорошо прям левая вот колено срабатывает нормально где мы хотели здесь левая тоже хорошо ну а вот правая она как бы везде как-то так ну знаете скучно вот немножко можем ее правую колену распрямить да а дальше уже где-то здесь смотрим тоже стоит что-то с ней делать или нет ну можем здесь zero key сделать и хотя можем даже чуть-чуть вот так вот чуть прокрутить да а вот где-нибудь здесь уже сделать zero key давайте посмотрим ну может чуть-чуть лучше стало здесь на самом деле можно этим заниматься долго ну давайте чтобы не тратить время я думаю с ногами понятно также не забывайте смотреть чтобы ноги становились и не проскальзывали то есть как с этим работать вот если вы видите что где-то нога проваливается точно так же мы берем и используем анимационные слои то есть добавляем значит слой и смотрим что вот например мне не нравится как вот здесь стопа стоит на полу да здесь еще ладно но вот дальше мне не нравится ставлю значит здесь zero key сейчас покажу вот здесь поставлю потом жду пока вот сюда передвигая timeline жду пока нога стопа более-менее успокоится не крутится и немножко ее вот доворачиваю слегка да ну и смотрю чтобы не проваливалась в пол вот так достаточно все теперь она четко стоит на полу дальше мы ее проигруем смотрим и вот где-то здесь еще я нажал s чтобы видите продлить наше влияние нашего слоя и уже где-то здесь можно сделать zero key то есть чем больше вот это расстояние тем плавнее у нас будет сходить на нет наши слои то есть вот поставил и в этом месте вот теперь чуть ровнее нога становится если мы где-то видим еще какие-то искажения вот например да здесь то точно так же их правим тут вообще видите дергание идут сейчас покажу как разбираться с дерганием давайте здесь поставим zero key чтобы то есть мы это не поставим тут сейчас прямо отсюда будет вот с этого момента начинать будет начинаться какие-то изменения поэтому ставим здесь zero key это в том месте где то место которое вас устраивает то есть вот если у вас анимация здесь поза устраивает все здесь значит ставим zero key а вот здесь уже не устраивает то есть вот он поставил боком тоже соответственно исправляем это вот смотрим чуть-чуть вот так прокрутил чтобы вывести с пола но дальше нужно возвращать потому что он здесь чуть двинул получается сместила нога сместилась вот так и вот день где-нибудь здесь еще мы продлеваем а тут уже здесь нас устраивает оригинальные то есть соответственно получается работа такая слоев то есть видите сколько мы и ротейты и транслейты использовали вот и теперь у нас стопа не проваливается ну чуть-чуть там буквально намного лучше чем раньше значит что делать с дрыжками конечно их можно тоже удалять слоями но мы не будем этим заниматься это слишком долго дрыжки нужно править на базовом слое то есть на базовых кривых на базовом макапе перейдем сюда и посмотрим вообще где эти дрыжки происходят то есть видите вот такие всплески это как раз и есть наши какие-то проблемные моменты вот такие всплески допустим сюда передвинуть их можно сразу удалять вот так и в этом месте сразу будет более поспокойнее это все дело работать давайте найдем дрыжки вот они то есть вот вот в этом месте да давайте приблизим посмотрим что у нас здесь развернем на весь экран скорее всего это вот это место да то есть здесь более-менее но там плавно работает это место где мы ставим ногу на пол да а вот здесь начинаются колебания и если допустим посмотреть на другие кривые то можем видеть что они поспокойнее себя ведут ну вот чуть-чуть здесь да но в основном они намного спокойнее чем вот открывая здесь прям вот у нас идут сильные дрожание и давайте пока как я уже говорил мы работаем с базовым слоем давайте пока вот это вот кривую выделим посмотрим значит это у нас что вообще это у нас rotate z то есть это вращение по оси z и вот как раз вот оно вот z вот как раз по вот этой из оси он у нас и происходят проблемы ой еще раз да аккуратно можно ключи зацепить и сместить их значит как это можно поправить как я уже говорил мы установили скрипт да и правка таких вещей заключается в двух этапах то есть не не в двух этапах в двух способах то есть мы можем просто вот это место удалить как я уже там предыдущий мест показал но тогда видите по какой-то из другой оси все равно будет какой-то небольшой дружок соответственно можем это конечно посмотреть скорее всего это по rotate или по rotate y или по rotate x непонятно пока что это вообще стопа так себя ведет это стопа то есть вот у нас вот это место да его тоже можно удалить даже можно где-нибудь вот так вот видите он как бы мягче стало да но все равно появляется вот такие вот и искажение видите он дрожит поэтому а давайте отмотаем назад все поудаляем время все отмотаем что мы там сделали вот эти тоже наши где мы удаляли тоже вернем это все и давайте сделаем именно скриптом посмотрим чем как бы будет в чем разница значит как работает скрипт первое сразу скажу что скрипт будет работать именно так как вы хотите только если мы будем его использовать на ключах которые вот проставлен в каждом кадре то есть у вас будет например вот так и вы захотите скриптом сгладить это сглаживающий скрипт скриптом сгладить вот кривую то соответственно в этом месте будет искажение сейчас я это вам продемонстрирую и еще я сразу выделю заново чтобы выделить все кликнем конечно базовый слой иначе вам выделиться еще и анимационный вот и конечно же нам желательно выделить именно все ключи почему потому что все кривые почему потому что не только одна из осей влияет на такие дрыжки все по чуть-чуть влияют поэтому давайте сглаживать сразу будем все найдем место где еще нормально где еще нормально вот где-то здесь еще нормально да а вот 632 где-то 33 начинается уже проблема и по по 658 вот значит выделяем где-то приблизительно вот так это у нас 633 в принципе можно еще 632 тоже все то есть мы выделили все эти ключи которые посчитали проблемную и теперь чтобы изгладить нажимаем наш скрипт раз видели он даже немножко сдвинулся я нажал все лишь один раз одно нажатие но еще проблема исчезла можем нажать еще раз на самом деле может может быть плохо видно но потихоньку сглаживание идет я не советую вам больше двух-трех раз сглаживать только в том случае если вам но уж сильно нужно что-то сглазить и видите мягче нога уже становится намного мягче конечно же у нас есть еще носок давайте его сгладим еще раз повторим значит наши 600 шестьсот тридцать два да и там что 650 сколько-то ну тут не так важно тоже нажмем раз и два то есть можем только что могли видеть как она здесь гладила давайте я вам для примера вот покажу как он работает если вот выделить потом отмотаем назад с помощью undo вот смотрите видите ну не будем это сейчас делать вот он стал уже становить ставить ногу чуть-чуть мягче но но я сразу предупреждаю будьте в нем будьте осторожны с этим скриптом почему потому что если вы будете слишком усердно им пользоваться везде все что только можно сглаживать вы будете уничтожать оригинальные движения что например сделал я сейчас то есть он ставит мягко да плавно но он ставит в начале как бы как на воздух вот смотрите он ведет ногу видите нога первое время где-то вот это вот здесь она летает в воздухе и потом только проваливается соответственно это скорее всего у нас по трансфер по игреку мы его слишком здесь загладили до сделали его мягеньким и он раньше он прям резко переходил вот до резко был обрыв такой а здесь мы сгладили и соответственно стало мягко можно поправить таким способом можно тут часть ключей удалить например да и здесь часть ключей удалить и просто вот опустить немножко теперь он будет как и раньше вот видите резко переходить не обращать внимание на еще какие-то дрыжки у там скорее всего у нас еще и колено проблемное но давайте отмотаем чтобы не привыкать к лишнему удалению базовых ключей чтобы сохранять наш оригинальное движение очень важно в макапе это сохранять оригинальное движение то есть чем меньше вывод по сглаживаете и поудаляйте и сможете решить проблему без таких вещей тем качественнее у вас получится чистка макапа поэтому давайте просто это сделаем слоем то есть вот в этом месте значит нас еще все устраивает соответственно zero хотя мы тут видите уже наделали поэтому у нас тут zero на не пульс поставить потому что мы тут уже по это внесли некоторые изменения ну поставим давайте принципе выглядеть более-менее нормально только нос носочек чуть пролазит вот и я поставил zero уже даже получше стало и в этом месте давайте попробуем поправить с помощью слоя вот например здесь у нас он чуть воздух взлетает немножко вот так вот опустим и посмотрим все равно есть этот эффект проваливания он даже видите у нас у нас где-то аж до сюда доходит поставлю здесь zero а здесь вот это наверное я вообще удалю этот ключ мне он не нравится то есть я тут делит я вот здесь поставил запасной а этот пока удалил и вот уже стало мягче ну да у нас там еще как колено дергается что тут с коленом происходит это скорее всего не колено это наверно проблема с тазом то есть соответственно здесь таз тоже наверно прыгает сейчас посмотрю именно в базовом слое смотрим на колено вот это плывет у нас наш контроллер колено ну да мы что мы что дальше уже с ним толком не работали на самом деле здесь это вот дальше все мы уже ничего не делали конечно же здесь у нас какие то есть проблемные аспекты возможно это даже дергается сам пол вектор я делаю так чтобы не было каких-то дерганий пол вектор на самом деле можно весь сгладить то есть можно вот так вообще 22 раза пройтись по нему ничего не будет почему-то на что пол вектор он но он дает просто коленем направлении и он не сильно влияет ведь я вот сгладила практически ничего не изменилось поэтому скорее всего эта проблема именно в тазе то есть больше просто нечему влиять на стопу у нас значит есть контроллер вот стопы мы его сгладили он здесь принципе более-менее мягко становится ну там чуть-чуть ездит но это уже другой вопрос он именно дрожит именно уже скорее все таз значит вот с такими с такими вещами где стопа ездит вы тоже должны бороться то есть это от этого зависит качество макапа водописим ставит да и куда-то там поехал прокрутилась стопа чуть-чуть вот из начале так и потом вот так все эти вещи нужно подправлять то есть чтобы не было вот такой езды то есть вот у нас раз видите на гал так вот ездит такое быть не должно соответственно это можно тоже исправлять значит вот у нас отсюда нога здесь еще она в этом кадре нормально себя ведет на здесь поставим ключ чтобы не было изменений чуть-чуть можем его вот так вот подвинуть ведь иногда бывает полезно даже в каждом кадре анимировать а сюда дальше уже нога начала чуточку вращаться и здесь обратно пошла то есть я просто смотрю какие есть легкие легкие изменения и стараясь компенсировать их скажем так и вот то есть еще осталось конечно это но уже не так как было можем вот немножко ногу вперед подвинуть он даже можно вот так по этому по локальным осям вот такое мелкое дрожание и принципе еще иногда допустимо ну как будто поставил ногу до на пол хотя мне она все равно не очень нравится так тут еще у нас есть некоторые изменения промежутки то есть ну вот ваша задача добиваться чтобы маккап был у нас очень чист и похож на настоящее человеческие движения то есть ищем какие-то недочеты и слоями так потихонечку исправляем вот например здесь да вроде как двигали вперед ну вот сейчас возвращаем чуть прокручиваем ну и так постоянно проигрываем это место пока вам оно не понравится то есть вон вы должны развивать это чувство в себе значит еще давайте поймем что производит дрыжок ну в принципе дрыжок это нормально то есть это когда вес допустим перенесли на пятку до тела может немножко дрыгаться ну давайте немножко сгладим то есть это дрыжок явно природы таза то есть это таз так дергается можем просто вот в этом месте до выделить все кривые вот где вот где-то здесь все все кривые все ключи в этом промежутке где он дергается и просто несколько там два раза сгладить два раза например вот видите он уже перестал дергаться просто мягко плавно становит давайте один раз отмотаем давайте я отмотал назад два раза давайте один раз нажмем они два вот я думаю одного будет достаточно даже вот немножко теперь стало колено обгонять ну ладно пусть так будет вот видите в этом месте как теперь нога немного щелкает можем исправить с помощью анимационного слоя в этом месте то есть вот растяжение колено идет раз давайте вот тут поставим zero здесь даже еще сюда ближе ну чтоб плавнее был переход значит здесь место где у нас самое сильное растяжение колено поэтому немножко здесь прокрутим и когда уже становит опять сделаем zero теперь вот он чуть помягче становится но это прям слишком мягко давайте не будем прям настолько убивать оригинальные вот эту встряску чуть-чуть все же вернем этот эффект я просто обратно опустил ближе к нулю наш всплеск и вот мы получаем такое движение видите у нас тут колени не до конца поправлены то есть вот ваша значит задача она будет как раз заключаться в исправлении всех вот таких мелких багов которые бросаются в глаза вот значит вот такая ситуация сейчас у нас с ногами ноги выглядеть стали намного лучше дальше давайте посмотрим что с кистями на самом деле это он несет оружие то есть это он держит перед собой оружие да можем сюда палку какую-то даже для наглядности вставить ну или модель калаша там или еще чего-то и конечно же давайте замоделирую быстро такой какой-нибудь там типа это он у него оружие ну конечно же он не такой большой ну вот хотя бы так и немножко его так схематически скажем ставлю ему в руки чтобы хотя бы приблизительно было понятно что он там что-то несет ну типа типа такого вот как-то так все и давайте сейчас обнулю freeze transformation давайте при constraint вот к этой кисти constraint parent все и теперь если мы его включим он соответственно будет как будто с оружием ходить но смотрите видите какие у нас проблемы да то есть у нас оружие это дергается постоянно как я рекомендую это все исправлять значит первонаперво давайте разберемся с этой рукой в данном случае именно вот в отрезке так-то я тут случайно W нажал какой здесь у нас кадр это 800 значит отрезки от 400 до 800 у нас он все время несет это оружие в руках да да по-моему он вообще на протяжении всей анимации несет оружие в руках соответственно мы можем на этом сыграть что мы можем сделать чтоб легче нам было все это дело чистить мы можем просто руку нашу приконстренить к оружию то есть теперь наша рука будет повторять все движения как с молотом вот и все и она дергаться точно так же будет все то есть ее ключи уже не учитывается constraint он сильнее ключей если он создан позже после ключей соответственно я сейчас кручу эту руку крутится и там значит давайте вначале решим проблемы с дерганиями а дерганиями дергания это у нас когда снимали motion capture некоторые маркеры из-за пушки были не видны соответственно система их плохо плохо видела и происходили вот такие вот колебания опять же колебания можно как удалять ну то есть просто кусок такой удалить это нежелательно видите сразу же меняется траектория движения но так же это можно делать с помощью нашего скрипта то есть вот здесь еще более менее нормальные движения а вот здесь уже пошли дергания можно так все промежуток выделить и допустим пройтись раза три раз два три посмотреть что будет значит здесь стало помягче но дрыжки еще присутствует это они присутствуют до того места где мы сглаживали давайте еще еще один раз нажмем вот так вот они еще присутствуют еще раз нажмем и давайте еще раз посмотрим ну вот практически их нету вот уже мягко ну как я уже сказал таким образом вы сильно бьете оригинальные движения то есть там какие-то микро микро движения они просто и напросто исчезают еще вы должны что вы должны знать что вы когда применяете скрипт по сглаживанию вот например вот здесь не сглаженное место давайте покажу если вы применяете 1 2 3 4 там 5 то вот в месте где мы не сглаживали тут бывает происходит резкий переход то есть вот тут плавно а потом может резко перейти быть как бы резкий какой-то скачок кривых то есть если вы например сгладили вот к примеру 1 2 3 то я вам советую брать вот здесь и брать вот здесь и тоже где-то там по разику по 2 сглаживать иначе вот получается как здесь вот видите вот видите вот такой как бывает происходит такая проблемка но тут это моя была ошибка надо вот так делать надо вот так и вот здесь нужно вот так потому что как я уже говорил нельзя вот так вот двух местах сглаживать иначе он добавляет вот такие искажения будьте аккуратно вот с такими движениями то есть это явно если например вот там были искажения то вот это это уже разворот оружия то есть вы должны осторожно с этим быть вот это именно уже дрыжок могу его просто удалить то есть давайте посмотрим что это это может быть разворот хотя нет это не разворот какое-то резкое к себе подвод оружия а можно эту резкость давайте отмотаем вместе со всем этим делом сгладить 1 2 и это тоже давайте сгладим уже все вообще сгладим вот там еще какие-то ну на самом деле здесь макап реально откровенно поганый то есть ну у нас реально реально довольно много проблем с ним и конечно такой макап чистить сложно то есть это уже будет не ваша вина что мы удалили слишком много оригинальных движений а вина того кто снимал этот макап но так как у нас здесь это больше для обучения то пусть будет так и давайте теперь решим проблему чтобы не было вот таких вот растягиваний локтя левой кисти добавим значит нашу правую кисть в анимационный слой и где-нибудь там где она начинает растягиваться я не знаю по ходу везде растягивается ну давайте не будем сюда залазить потому что мы там вообще ничего не чистили давайте вот где-нибудь здесь поставим zero key вот я его поставил и где-нибудь здесь приподнимем вот таким образом оружие вверх или даже не таким а можно вот так немножко оружие поднять вот и все и теперь в основном там ну ищем места где он растягивает локоть немножко правим вот соответственно в других местах он тоже чуть-чуть будет подправляться не обращайте внимание что здесь рука пролазит это на самом деле это конечно же нужно делать все по-нормальному но я сейчас показываю просто скажем так схематические моменты правки макапа ну и дальше дальше мы уже там с вами не правили ничего zero key здесь поставил то есть вот у нас наши правки у нас zero key поставили сразу сразу проблемы конечно же ну и ладно ну и ладно я немножко прокручу чтобы хотя бы левая рука не так страшно смотрелось конечно же это для того чтобы длительность урока была не колоссальной я естественно не буду здесь чистить все идеально давайте закрываем график эдитры идеально до прям космических качеств иначе это просто затянется то есть такой промежуток вот например кадров можно там не не заполни очистить как минимум а то и больше и здесь в основном я показываю основные аспекты на которые надо обратить внимание и естественно вы когда будете этим заниматься вы должны это делать намного много качественнее то есть у вас не должно быть вот таких рук да у вас должно быть видите он тут подкидывает слишком сильно сильно высокого оружия прям смотрится это некрасиво ну похоже так это было наверное какое-то оригинальное движение или глюк сейчас посмотрим на оригинальные ключи что так его подкидывает ну конечно же это rotate давайте посмотрим что это его так подкидывает так да удалим просто эти ключи и все наверное он в реале как бы в этом месте подкидывает оружие но после того как мы сгладили она перестала выглядеть нормально вот и соответственно пришлось это удалить но такие вещи тоже надо править то есть ставим ключи правим возвращаем делаем так чтобы не было таких резких телодвижений вот видите здесь сколько я не ставлю он постоянно меняет свою траекторию потому что у нас у оригинальных ключей свои дырышки а мы как бы добавляем еще свои получается входит в какой-то такой своего рода резонанс давайте уберем здесь лишнее я здесь поставлю zero key и расскажу вам еще очень важную одну особенность значит после того когда мы тут допустим до 800 кадра что-то там наделали там попользовались слоями да вам дальше нужно ну приступать к допустим к чистке следующих там кадров там еще там 900 и 1000 да и давайте сразу выделим select object это выделяются все кривые которые были добавлены в наш слой то есть вот они все и я вам что вам хочу сказать что когда вы дальше приступаете уже к чистке там тысячного кадра или еще какого то вы должны в 800 кадре где вы уже закончили все чистить например вас все устраивает поставить zero key для всех для всех повторюсь controls зачем это делается но как бы выше допустим допустим давайте выделим control и колено вы же вот здесь то все чистили то есть вот у нас вроде как бы все хорошо выглядит но дальше то персонаж он то начинает разворачиваться соответственно видите у вас сразу же идут искажения поэтому вам нужно понять в каком месте вам сделать zero key у вас должна ваша анимация чистка вашей анимации заканчиваться именно нулевыми ключами то есть например так и здесь у вас это уже будет zero key то есть вы дальше будете вы просто дальше будете заново в этих местах чистить но вы должны понимать что где-то вот на каком-то промежутке на котором вы закончили анимировать ставьте например там вот здесь ставьте какой-то ключ просто клавиша s и вот здесь например уже zero key вот так просто если вы это не сделаете если например вы где-то забудете вот здесь поставить zero key а почему я все это рассказываю потому что мы сейчас будем мержить слои то есть соответственно вот вы допустим забудете вот на коленях поставить zero key вот забыли да соответственно у вас дальше анимация будет вот такая но если вы сейчас смержите слои то вот этот слой он уже исчезнет и вот ваши все эти данные все что вы делали ключи они скопируются в нижний слой в базовый и у вас вот такая анимация вот как сейчас здесь она у вас такая и останется поэтому всегда когда вы завершаете какой-то этап там допустим вот до 800 кадра да ставьте где-нибудь там ну я выбрал здесь да ставьте zero key ну не просто ставьте бездумно если вы там поставите бездумно у вас он же начнет где-то интерполировать может у вас последний ключ в 700 да и он начнет с 700 интерполировать сюда поэтому проставьте еще где-нибудь вот просто скопируйте ключ чтобы вот такая ровная infinity линия была да и вот уже с 822 будет плавно переходить в zero вот вот таким образом то есть здесь у вас все ваша анимация что вы правили вот сохраняется то есть вот он там идет держит оружие да а дальше кстати сейчас это тоже поправим это дергание а дальше уже здесь вот пошли опять наши дрыжки но зато мы сохранили нашу оригинальную анимацию то есть здесь у нас все сошлось в zero и мы дальше будем с ней работать давайте с мерджем выделяем два слоя и и идет просчет и сейчас завершающим этапом посмотрим где у нас там это дергалась это плечо немножко сгладим вернем здесь на 800 то есть все теперь смотрите у нас один базовый слой он уже светится но у нас все наши наработки все что мы делали они проключевались пробейкались в базовый слой и вот это вот наше дерганное место вот давайте его посмотрим мы уже работаем с базовыми ключами можно просто в этом месте чтобы не было вот таких вот дерганий да можно еще просто пройтись смузом 1 2 3 попробуем 3 ну и вот он уже поменьше это делает он на себя тянет где это где-то на себя тянет давайте вот это место где он там тянет тоже сгладим то есть надо вы должны понимать где на самом деле нормально сглаживать ну тут он уже пошел выгибать ну ладно не будем на это обращать внимание вы должны сами понимать где можно сгладить а где лучше не сглаживать например что будет если вы сгладите стопу вот идет человек да видите он как-то ставит ноги с каким-то там с каким-то усилием вот ощущается вес там да 1 2 3 но если мы сейчас вот смотрите сейчас как раз будет наглядно допустим давайте обе стопы сглажу ну например вот вот где он идет как раз эта часть вот он 1 2 1 2 идет да давайте просто сгладим сразу 1 2 3 4 5 6 сейчас он просчитает смотрите что получится видите он как лет он начинает давайте еще он видите он как лететь начинает то есть нету нету не чувствуется удара не чувствуется веса и у вас вот такая вся анимация будет сейчас назад буду отматывать поэтому ваша задача будет значит первое почистить я вам выдам файл почистить макап который именно файл который я выдал и на вашем персонаже возьмите возьмите для себя почистите именно какой-то участок небольшой так все похоже что я сейчас сохраню какой-то участок небольшой который который вы можете осилить но попробуйте сделать так чтобы ваш персонаж двигался красиво чтобы выглядела без всяких дрыжков и проблем также старайтесь играть в видеоигры там или смотреть фильмы где используется 3d графика анимация там я не знаю какие вам нравятся ну понятно дело аватар там это старый уже но в нем там я думаю очень очень много motion caption играйте в игры то есть поиграйте и установите какую-то игру где есть такие анимационные движения посмотрите как реализовано там очень важно это ваша наблюдательность важно именно любить то чем вы занимаетесь играть в игры и вам это только будет помогать счастливо